21 передача, 13 голов. Не так, наверное, много, как могли мы ожидать. Но Нора Мёрк ценно. Всегда в каком бы состоянии, наверное, она не была. Да, может быть, не самый яркий чемпионат она проводит. Но, видите, что пока она не обороняется. Посмотрим, выйдет в атаку или нет. И от Норы Мёрк, конечно, можно ждать в какой-то ключевой игре такого взрыва и куража, что она в одиночку может сделать игру. Итак, арбитры сегодня из Боснии и Герцеговины. Это Амар и Дино Коничьянины. Ну и с вами этот матч смотрит Юрий Демчук. Поехали. Сборная Голландии в традиционных оранжевых цветах. Сборная Голландии в атаке. И пробивают голландки в первой же атаке Катрин Лунде, которая с первых минут защищает ворота сборной Норвегии. А это уже Тесс Вестер. Вытаскивает мяч после броска Норы Мёрк. Мёрк не со своей позиции, конечно же, атаковала. Но могла и оттуда переиграть вратаря. Не получилось. Желтая карточка для Кари Братцет. Да, цепляло здесь очень мощно Ларису Нюсер. Ну и пенальти. Пенальти забивают голландки Келли Долфер. О, нет, прошу прощения. Это Диана Хауски. Хауски. Забивает. И 2-0 голландки повели. Параллельно идёт ещё и матч сборной России и Франции. Поэтому здесь соперники, я думаю, будут периодически узнавать, как идут дела в параллельном матче, чтобы знать, на кого потенциально выходит в четвертьфинале. Напомню, что группа 2 и группа 1 выходят в четвертьфинал скрестно. Первая команда со второй, вторая с первой. Да, будут встречаться. Но об этом пока рано говорить. Ну и вот Нора Мёрк всё-таки смещается со своей позиции правого полусреднего. На этот раз по центру она атаковала. И Тезвестер она переиграла. Здесь голландки не смогли даже проатаковать нормально. Потеря. Нора Мёрк. Вот она сейчас на левом полусреднем. И вновь атакует. А это... Стины Офтедай. Основной, наверное, разыгрывающий. Хотя и Нора Мёрк может в центре, конечно, сыграть. Голландки доводят мяч до Даник Снелдер. И это с позиции линейной, со своей коронной номинальной позицией забивает очередной мяч. Здесь норвежки не дорабатывают. Ну, а вот чуть ранее забили Норвежки. Офтедаль забила второй мяч. Офтедаль с мячом. До линии доводится. И братцет Тезвестер не может переиграть. Здорово. Ну и братцет Тезвестер, так же, как и Катрин Лунде, входит в топ вратарей по статистике на этом чемпионате. И у них одинаковый процент отраженных бросков по 44. Правда, наверное, Тезвестер можно все-таки поставить выше, чем Катрин Лунде, потому что по ее наворотам 137 бросков было нанесено и 60 она отбила. По воротам Катрин Лунде 64. Ну, просто Катрин Лунде играет меньше. Поэтому, наверное, все-таки Тезвестер можно поставить повыше в этом рейтинге. Но все равно знаем мы, как Катрин Лунде может защищать ворота. И не зря ее поставили в... с первых минут. 4-2 повела Голландия. Голландки в атаке. Привод в край. Ну, нужно расставиться... Лейс Абинг берет паузу. Расставляются Голландки. Тауски. Это Нюсер. Ну и Абинг. Это задняя линия. Снелдер решила пробежечку здесь сделать вдоль 9-метровой линии. Абинг не стала бросать. Абинг. 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 Здорово. Поражает ворота сборной Норвегии. 5-2. Голландки повели. Голландки на этом чемпионате какие-то сумасшедшие цифры результативности показывают. 178 мячей они забили. Ну, это без учета еще забитых мячей, которые отсекаются в игре с последней командой первого группового этапа. Ну и достаточно неплохо обороняются. Правда, конечно, оборона у норвежек гораздо лучше. Ну и голландки на этом чемпионате пробили цифру 60 забитых мячей. 61 раз они поразили ворота сборной Казахстана. Вы представляете, 60 минут играть, 61 мяч забит. То есть скорострельность раз в минуту. Кснелдер. Даник Снелдер набегала. И забила четвертый. Какой, господи, четвертый? Шестой, конечно же. 6-3. Двукратная превосходство сборной Голландии. Кристиансен. Мерк. Она может, да, с опоры бросить из-под защитника, но сейчас не стала этого делать. Но вот вторая попытка бросить-то получилось у Нора Мерк, но там настолько все плотно было в обороне, что до ворот мяч не долетел. Но остается мяч у норвежек. Кристиансен. Мерк. Офтедай. Дальше в край и... Камила Херем. Ближний угол она видит, как открывает Тесс Вестер. Хотела купить Тесс Вестер. Херем не получилось. Тесс Вестер. Хауске. Останавливают ее не по правилам. расставляются голландки мусор в розыгрыше один на левом полусреднем с мелдер в линии так ну и по краям положу что деби бонд вот с этого краю нет ну деби бонд малиста и и ставану полманом сейчас показали она пока не принимает участие в игре ну и судя по статистике все-таки из тивана полман наверное сейчас не то что не основной игрок но проводит время гораздо меньше чем те игроки которые сейчас на площадке было много травма после чемпионского года сборной голландии напомню сборной голландии это чемпион мира действующий из тавана полман она действительно лидером была сборной голландии потом различные травмы кстати вот интересно когда будет полман на площадке если ее муж в зале потому что привыкли мы уже когда из тавана полман играет режиссеры по постоянно выискивают мужа известного футболиста рафаэля вандер варта 84 вот такое начало у нас в этом матче мир не очень высокий прыжок и так внешне очень легко мир забивает пятый мяч и тесс вестер честно говоря даже как-то и не особо реагировала то ли бросок все таки был с переводом да да все таки перевод кистью дорабатывает мерк и тут тесс вестер уже наверно обвинять в чем-то нельзя замена вратаря произошла в воротах у норвежек это не спасает все равно вот броска даник снелдер 95 растет преимущество голландах и вот интересно как будет действовать норвежки норвежки наверно не были еще в роли догоняющих ну можно конечно помнить матч со шведками там все такие качели были потом норвежки долго вели но вот чтобы четыре мяча отыгрывать если честно я не припомню на этом чемпионате такого крестьянца бросок сопротивлением мы здесь это сопротивление помогает уже тесс вестер ну что можно двукратное превосходство совершить сделать точнее и делает это анжела малистейн 10 5 вот как начало сборной голландии нидерланд ну и параллельно я думаю что все равно большинство впрямую смотрит россию францию и этот матч скорее всего потом кому интересно будет посмотрим записи поэтому параллельный матч я думаю можно озвучить пока на девятой минуте россия выигрывает у франции 5-3 а у нас таймал берет сборная норвегии хэрн на две помимила последует бики вы кюрэр форсфорд форсфорд вене вы хэрэн мировой вторую везрая вы трой пять это вот Вот она, Моник Хейстерман, чемпионом сборной Голландии сделал Майнат. С Актериной Андрюшиной. Ну вот, потом покинули они расположение сборной Голландии. Вот сейчас тренирует его Моник Хейстерман. Хороший, хороший бросок от Брейсваль, но читает его Тесс Вестер, спокойно отражает рукой. Вы видели, присела в полушпагате и спокойно рукой мяч достает. Но самое главное, видела момент броска и вроде бы там постаралась чуть-чуть так перевести на неудобную высоту Брейсваль этот мяч. Не получилось этого сделать, потому что по силе бросок был не самый мощный. Маленький, Маллистейн, Муссер на Абин, Абин пока не бросает блок. Есть возможность на спинах протоковать у норвежек. Хо-хо! Ну это Тесс Вестер великолепно отражает. Бросок, пятый уже бросок. Ну там Карри братцет. Да, может, наверное, только сама себя винить. Попала в темп вратарю и не смогла сократить отставание в счете. Но все равно сборная Норвегии в атаке и Кориер Хергерсон с Тони Ларсен там о чем-то совещаются. Ну, наверное, и Тони Ларсен должна сейчас тоже какие-то идеи подсказывать, как уже было объявлено. Ну, сам Кориер Хергерсон об этом говорил. И в наших репортажах об этом говорила, что Тори Хергерсон покинет сборную. Как раз должна будет ее возглавить Тони Ларсен. Абинк, Хауски. Я не знаю, почему Абинк не бросает. Может быть, сейчас все внимание хотят на Хауски. Хауски тут сосредоточили норвежки. Ну, а потом начнет стрелять Абинк. Ну, правда, Абинк на этом чемпионате в топ, по-моему, в топ-10 не входит по результативности. По-моему, из Гаанев есть. Го Ван Айвейтеринг в десятку лучше входит. У нее 37 мячей забито. И Хауски забило 26. Абинк в середине, даже, по-моему, двадцатки нет. Ну, и точность бросков, эффективность, точнее, бросков 83% у сборной Нидерландов. И всего лишь, всего лишь 42% у Норвегии. И, наверное, такой низкой результативности у сборной Норвегии не было очень и очень давно. Так, желтая карточка. Показывает ее Клиси Андрейсталь. Что, середина тайма у нас близится. Но Дион Хауски продолжает. Раз за разом огорчать сборную Норвегии. Все лишь третий мяч по статистике у нее. Так, Маллистайн. Ну что? Тут она попадает в темп Силье Сольберг. Вот, смотрим. Хороший переход от Хаускера. И она отправляет Маллистайн в отрыв. Ну, и вот классический выпад. Классическое попадание в темп вратарю. Рейсталь вышла. Рейсталь в розыгрыше. Нет, вновь перехват. Почти получился у голланда. Вот. Ван Рейтеринг. Лучший бомбардир сборной Голландии. Как раз и могла убежать в отрыв. Но нет. Мяч остается у норвежек. Рейсталь. Оставляет мяч на Брейсталь. Там вроде под ее бросок блок срабатывает. Но подбор здесь братцет здорово в линии действует. Потеряла. Потеряла из виду Фрерикс мяч. Возможно, если бы мяч был в поле зрения, то и не добралась бы до него братцет. Ну и смотрите. Потери пять. У Норвегии две потери всего лишь у Нидерландов. Из этого края тоже, пожалуйста, Бом Вейтеринг. Второй ее мяч в сегодняшнем матче. Неплохо, неплохо. Ну что. Сборная Голландии сделала хороший задел. Но опять повторю, что это вообще пока ничего не значит в середине первого тайма. Даже если, конечно, в 10 мячей это преимущество не вырастет, то даже по истечению первых 30 минут преимущество в 5-6 мячей абсолютно ничего не будет значить. Конечно, Норвегия может во втором тайме просто перевернуть игру. Хотя команды бегущие, темповые. И где-то по стилю похоже. Хотя, конечно, нельзя назвать, да, гандбол нидерландовский. Только скандинавский. Но стиль очень похож. То есть по стилю они играют в скандинавский, конечно, гандбол. Хотя сами не являются скандинавками. И вот такие, в таких два похожих стиля сегодня встретились. И здесь уже Сульберг здорово не дает себя переиграть, перебросить. Отважно. Мы увидим, как шла Норвежка на бросок. Ну и вот здесь ошибка от Ван Вентерин. Не смогла она переиграть. Силье Сульберг. Ну что, сокращают уже до четырех. Ничей отставания в счете. Эти и так могут еще немного сократить. Голландки какое-то время не забивают. А бывают такие промежутки длинные, что и по шесть, и по семь, и по восемь минут команды не могут забить. Ну и в середине тайма, так скажу, пока сборная России и Франции проигрывает. На голландке забивают свой очередной мяч. Мяч 13-9. Ну наконец-то расщеклила она свое орудие. Лоис Абинк. Да, второй уже мяч забивает. Хороший перевод. Пас на Абинк. И это ловит перемещение Сульберг. И отправляет мяч в другую сторону от Фратаря. Тес Вестер в упор принимает бросок от Эвильде Ингстадт. Но продолжается атака сборной Норвегии. Мерк. Мерк в край. Прошивает здесь руки. Малин Ауне. Не сильно большой, кстати, был угол обстрела для крайнего игрока. И вот Вестер извиняется. Да, она считает, что есть ее доля вины в этом пропущенном мяче. Мюсер. А, там уже Полман вышла вместо Абинк. Тут недопонимание с Хауски. Ну, Хауски разобралась и сделала передачу в край. Малли Стейн. А, Бонд уже вышла. Ну вот, да. Видно. Может быть, плановая замена вышла и Снайлдер, и... Ой, Полман. Вышла Полман и Бонд. И Бонд забить не смогла. Ну что, норвежки до трех мячей могут сократить отставание. Ну, для этого нужно разыграть комбинацию. Нормально Арнсен вышла. Она со сборной Швеции в игре по сборной Швеции не выходила. Кстати, сборная Швеции – это команда, единственная команда, которая отобрала очки и у голландок, и у норвежек. Оба матча закончились в ничью. Даник Снайлдер. Очередной мяч в воротах сборной Норвегии. Ну вот, вы видели, как Нора Мерк может забивать. Она, кстати, извинилась за ничью против Швеции. И вину взяла на себя. Ну да, там на последних минутах норвежки не забили. Буквально за полторы минуты, по-моему, по времени. В конце, в самом матче, два мяча вели норвежки. И была у них атака за 20 примерно секунд до конца. И они в той атаке не забили. И шведки сравняли счет. И вот Нора Мерк сказала, что не чувствовала времени. Поэтому она больше всех виновата в этой нищии. Полман. 7 метров зарабатывает Полман. Первое ее удачное результативное действие. Идет в прорезку Полман между крайним вторым защитником. Зарабатывает 7-метровый. Диона Хауски идет бросать. Со звоном от штанги мяч уверенно влетает в ворота. Ну, такие, конечно, не берутся. 7 минут и 30 секунд еще играть в первом тайме. 16-12 преимущество есть у сборной Голландии. Нора Мерк ошибается в передаче. Но не без, конечно, действий голландских игроков. Ну, прихватывала там Келли Дулфер. Братцет. Нюарк. На Братцет. Нет. Подумал, что уже игрока. Но на поднятых руках уже спешат норвежки. Хорошая передача на Вильде Ингстад. Отклеилась она от защитника. Вот, смотрим. Не успела за ней. Кто-то был там Келли Дулфер, что ли? Каус Хе. Вышла снова Абинг. И промахивается. Ну, пусть и под воздействием защитников она бросала с сопротивлением. Нет, здесь уже без сопротивления бросала. Ушла от опеки. И просто не попала в ворота. У него не было касания вратаря. Семь метров. Ну, что, пока при таких раскладах, ну, вот, пока ничего не утверждаем. Пока у нас 7-метровый исполняет Кенни Рейстад. Пока при таких раскладах сборная Голландии занимает первое место. Ну, правда, видите, сокращается отставание в счете. Норвегия потихонечку догоняет. Вот, но тем не менее. На данную секунду пока Голландия первая. И Швеция будет вторая. Соответственно, если мы посмотрим на параллельный матч, где счет 13-10 в пользу сборной Франции, то россиянки выходят как раз на сборную Голландии. Вторая команда встречается с первым. Хорошо это или плохо, ну, непонятно. Потому что можно идти по турниру, сминая всех, но вот в решающем матче нарваться на команду, которая знает, как играть против тебя. Тайм-аут. Тайм-аут берет Моник Тейстерман. «О чем больше не я доволен, да?». «А да, не так долго телеф井 водой, да» КОНЕЦ Ну и тайм-аут под нестареющие звуки молдавской группы «Озон» завершается. Показывают нам лучшие эпизоды последних минут и в атаке сборная Нидерландов. Нюсер на хауске, а дальше в край Дебби Бонд. Да, с острого угла пыталась выскочить на бросок, но не обработала мяч и упустила его. Точнее, видите, делал даже передачу обратно на хауске, а там шла борьба, и уже обработать мяч было сложно. Потеря. Ну что, до минимума норвежки могут сократить отставание в счете, а на перерыв так вообще все могут перевернуть и не только сравнять, даже выйти вперед. Еще времени достаточно. А проигрывали шесть мячей. Видите, как собрались норвежки и как здорово они проводят этот отрезок. Четыре и четырех у Херем. Абин. Да, сложно сейчас голландам даются мячи. Норвежки в обороне чуть пожестче и побыстрее стали действовать. Ну, у голландок перестали получаться броски. И уже шестнадцать пятнадцать. И да, при всем при этом, если посмотреть статистику, не знаю, насколько она, да, вот уже обновилась. Голландки по-прежнему больше семидесяти процентов попадают по воротам. Но выросло количество потерь. А норвежки очень сильно улучшили эффективность бросков. Была она меньше пятидесяти, но сейчас уже шестьдесят. Ну, это Лои Сабин. Да, знаем, что она умеет это делать. По-прежнему плюс два у сборной Голландии. Арнцен. Это Мёрк. Возвращает мяч Арнцен. Рейстад. Ой-ой-ой, здесь не повезло. Блок вроде бы бросок этот поймал на себя. Но всё равно мяч залетел в ворота, потому что Вестер смещалась в другой угол, незащищённый блоком. Здесь повезло сборной Норвегии. Мюстер. Сауски. Абин. Всё по задней линии. Всё это не опасно. Вот сейчас наконец-то до линейного мяча доходит. И Даник Снайлдер не может переиграть Сольберг. Да, вышла в начале матча Лунды. Надеюсь, наверное, на свой опыт. Должна была какой-то, может быть, страх внушать грозным голландкам. Но у неё не получилась игра. Вышла сменщица. Вышла сильья Сольберг. И подчищает здесь все грехи обороны. 7 метров и ещё и 2 минуты для Келли Долфер. И уже не так радуется Манник Тайстерман. Она, конечно, первые 15 минут тут излучала фейерверк позитива. Аплодисменты для Келли Долфер. 7 метров Рейстад против Вестер. Ну и 17-17. А Норвегия по ходу встречи проигрывала 6 мячей. И вот так первый тайм заканчивается. И кто уйдёт, ведя в счёте на перерыв, абсолютно непонятно. Минута осталась. Есть ещё по одной атаке у каждой команды. Полман. Жёстко её встречают. Чуть медленнее стал ходить мяч у голландок. И уходит он вот в основном вот у этих трёх человек задней линии. Мы видели, как ошибались голландки, подключая крайних игроков. Вот и сейчас подскальзывается Ван Вейтерин. А Бинт бросает. На этот раз её бросок не стал чем-то сложным для Сильи Сурберг. И сборная Норвегии может впервые в матче выйти вперёд. 20 секунд есть до перерыва. Можно спокойно забивать и уходить эмоционально в хорошем настроении на перерыв. Но Мёрк ошибается. 10 секунд есть у голландии. А время не останавливают арбитры. 5 секунд. А Бинт будет бросать сама. Нет. Хаусхе. Ну, спешила, спешила. Но смогла её бросок накрыть Камила Херем. И при ничейном счёте уходят команды на перерыв. Хотя сборная Норвегии совершила такой отличный рывок и ликвидировала открывание 6 мячей. Ну, а в параллельном матче там пока сборная Франции выигрывает со счётом 16-12. Давайте мы отдохнём. Второй тайм. Ждём. Возвращаемся мы в Испанию. Чемпионат мира по грандболу среди женских команд. Сегодня завершает основной групповой этап. И это Моник Тейстерман радовалась в первом тайме очень-очень долго успехом своей команды сборной Голландии. Которая долгое время вела в счёте и разница достигала 6 мячей. Но норвежки смогли в последние 10 минут догнать голландок и ушли на перерыв команды при счёте 17-17. В течение первого тайма эффективность бросков сборной Голландии достигала выше 70%. У сборной Норвегии едва набиралось 45% точности. Сейчас показатели выровнялись и на уровне 65% их плюс бросков как одних, так и других. Отсюда и ничейный счёт. Статистику вратарей, к сожалению, не вывешивают на портале Международной Федерации. Но будем ловить её прямо в трансляции. Это тоже интересно. Потому что вратари сегодня, в принципе, играют очень здорово. Начинается второй тайм с атаки сборной Норвегии. Здесь вроде бы случился перехват, но арбитры говорят, что нет. Нарушали правила голландки, правила зоны. Здесь Нора Мёрк. Вновь по центру атакует и вновь неудачно. Голландки в полном составе. И кто пойдёт атаковать? Лариса Нюссер. В розыгрыше Лейс Абинт на левом полусреднем. Диона Хаусхи на правом. В линии Снейлдер. На краю права Маллистейн. Ну а слева, скорее всего, Ван Ветеринг. Лучший бомбардир сборной Нидерландов на этом чемпионате. Нюссер командовала своей команде, какую комбинацию нужно сыграть. И в итоге идёт сама на бросок и зарабатывает 7 метров. Потому что в ворота она не попала. Если мяч после броска в ворота залетел, то, конечно, гол был бы защитен. Ну а так 7 метров, прямые руки. Мы видим, встречает её Арнцен. И Хаусхи сама реализует 7-метровый. Выводит вновь сборную Голландии вперёд. Ну и нас, конечно же, интересует параллельный матч. Россия-Франция. Это потенциальные соперники вот этих команд. После первого тайма там, к сожалению, сборная России проигрывает довольно ощутимо. 12-17. Но впереди ещё второй тайм, который вот-вот начнётся в том матче. Но у нас уже почти 3 минуты сыграно. У нас по-прежнему ничья. 18-18. Вот этот мяч, после которого сборная Норвегии сравняла счёт. Сборная Голландии атакует. Мусор. А Забинка внимательно старается и присматривать. Норвежки, как я говорил в первом тайме, под конец стали поактивнее обороняться. И это позволило им переломить ход встречи. Во всяком случае, в первом тайме. А здесь? Здесь голландки ошибаются в атаке. И фиксируют боснийские арбитры фолл в атаке, фолл в игрока. И норвежки, надеясь сыграть по быстрому переходу, тоже ошибаются. Пытались они поймать Вестер, которая была далеко от ворот. Пытались пустые ворота забить, не получилось. И Голландия атакует. Ну, концовку мы сейчас эпизоды видели. Не попадают в ворота голландки. Ну вот, смотрим. Как раз лучший бомбардир. Точнее, в ворота в створ в ворота Хауски по баллу. Но там Сольберг очень здорово действует. Норвежки в атаке. Норвежки могут выйти вперед. Нет, после свистка этот бросок последовал от Арнсен. Почему же она не играла со шведками? Может, берегли ее. Но хотя там тоже решалась судьба. Выхода в плей-офф, чтобы не было нервной такой концовки группового этапа. Может, было какое-то повреждение. Но из заявки ее не убрали. Здесь хороший перевод. Христианцам здорово дорабатывает кистью. И это направляет мяч под штангу. Хауски. Норвежки впереди, кстати. И вот он, бросок. Абин. Мюстер Хауски. Абин. Нет, не стала бросать. А вот Хауски при любой возможности бросает. Ну, по-моему, она не лучший бомбардир в составе сборной Нидерландов. Нет, лучший. Да, уже лучший. Шесть мячей она забила. Мюстер атакует. Сульберг, понимаешь, отражает. Но подбор остается за Маллистейн. Поэтому продолжается атака с новым временем сборной Нидерландов. Мюстер. Хауски. Мюстер возвращает мяч. Абин. Нет. Абин делал скрест. Но передача пошла в линию. И передача не точная. И плюс два у сборной Норвегии. Но вот так и начало второго тайма. Ищем там еще и две минуты для Абин, по-моему. Или для кого? Нет, Абин остается. Хауски. Главный бомбардир сегодняшнего матча в составе сборной Голландии. Ну и Тесс Вестер там что-то подсказывает. Да, она сейчас ушла из ворот. Шесть полевых атакует сборная Голландии. Шесть минут позади во втором тайме. Уже есть небольшое преимущество сборной Норвегии. Ну а теперь при таком раскладе Норвегия выходит на сборную России. Вот уж действительно они позавидуешь россиянкам. Хотя россиянки тоже могут свой матч еще спасти, пока не проигрывают шесть мячей. Это, конечно, много. 13-19 в том матче еще. Но у нас 20-19 пользу Норвегии. Норвегия в атаке. 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 И за спиной делает передачу. Там Малин Ауне. И та тоже забивает. Причем Вестер была по линии мяча, но не успела сомкнуть ноги. И ног плюс два. Один. Ну и все. Так, вот он вместо Хауски вышел. Нет, ну это читалось. И сейчас по пустым воротам еще и получат. Нет, не получают голландки. Везет, везет, везет. И Вестер не спешит. Перем. Вот она здорово перехватила, но не попала в створ ворот. Штанга спасает сборную. В Голландии вот было бы классно, если бы это стало ключевым эпизодом. После него сборная Голландии. Но вдруг пожила. Пока голландки проигрывают два мяча. Абинг. Мюсер на Ван Денхейден. Мюсер. Сложно, сложно было здесь. Ван Эветтеринг. Там угол был острый. Не было пространства для разгона. Поэтому не смогла она переигрывать Сольберг. Да. В ответ Рейстер спокойно переигрывает Тес Эвестер. Ну что? Сборная Голландии. Все. Первый же серьезный соперник и команда просела. У сборной Голландии, кстати, начались проблемы еще в матче с румынками. Первый тайм Голландки выиграли достаточно уверенно. В три мяча или в четыре, еще три мяча, да, по-моему, выиграли. Но потом второй тайм, если честно, Голландки отскочили. Там на последней минуте румынки могли сравнять счет, но враталь парировал бросок. И с разницей в один мяч сборная Голландия переграла Румынию. Так что более-менее сильная команда европейского уровня. На этом чемпионате все-таки доставляли трудности Голландии. Ну а здесь Норвегия, и мы видим, что голландки очень здорово начав. Сейчас просели. А Норвегия просто не стала паниковать в своем темпе. Спокойно действует. Да, не получилось с первых минут захватить преимущество. Просто играли в свой гандбол, искали возможности. И эти возможности появились. Ну и теперь Норвегия уже в качестве лидера. Три мяча уже Норвегия ведет. Напомню, норвежки отыграли дефицит в шесть мячей. 20 минут еще играть. Достаточно много. Еще голландки могут переломить ход встречи. Но только вот за счет чего. Очень сложно даются мячи сборной Нидерландов во втором тайме. И вновь по пустым воротам. Второй подряд. Не успевает Вестер. Ну буквально на доле секунды. Вестер не успевает добежать до ворот. Таймал берет сборная Голландии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наслаждается режиссер Попаданием в пустые ворота Ну что здесь, геройского Молодец, добросило Молодец, забило Или это попадание в штангу А, вот это в штангу, красиво Нет, в сеточку Нет, выскочил, выскочил Это тот эпизод, когда штанга спасла сборную Голландии, которая поступает уже Четыре мяча Ну, Норвегия, конечно Перевернула В этой игре все, что можно Абин Касание делает передачу на Снелдер Та зарабатывает Семь метров, да еще и две минуты Для норвежской защитницы Кто там исполнял Кристианцы А кто пойдет бросать Ну, конечно, Дион и Хауске Катрин Лудовна появляется в воротах Мощно Точно Четвертый Семерик забивает Хауске И показывает нам Сульберг Который остается пока На площадке Ну, потому что в меньшинстве Команда, поэтому шестого игрока Выпустят Рейстат Мерк Возвращает мяч Рейстат Ана Херия Ну, Херия Со своей позиции, по-моему Сегодня не промахивалась Промахнулась лишь однажды Вот как раз Когда попала в штангу По пустым воротам А так она Становится лучшим бомбардиром В сборной Норвегии По-прежнему Четыре мяча Преимущество Норвежек Середина тайма Близка Норвежкам Ой, норвежкам Голландкам Уже нужно что-то придумывать Уже Время поджимает Да, четыре Три мяча Вот так Такие качели Голландия Голландия Конечно, может И не догнать Норвег Которая спокойно Может по счету играть Рейстат Мерк Крайне нельзя делать Там сама перекрыта Арнсен Мерк Сама Ну, не всегда у нее сегодня Получаются броски Чуть ошибка не получилась Здесь у сборной Голландии Что ж у них мяч Из рук валится Обычно, когда играет Одна из скандинавских команд То мяч перемазан Мастикой Он прям приклеивается К руке намертво А тут У голландок Мячи Вываливаются из рук Даже без борьбы И 23-й мяч В воротах Смит забивает Второй слой мяч 23-й Общекомандный Чуть подсократили Отставание в счете Но норвежки В атаке Ой-ой-ой Не повезло Здесь Тест Вестер Правильная позиция Вроде Играла здорово По руке Но вот Как-то мяч Все-таки Вильнул между рук Вот смотрим Да Вот убрала руку Немножко Ближе к голове И Именно в то место Мяч и пролетел Откуда убрала руку Тест Вестер Бросок отчаяния От Ингер Смитц Мяч остается У сборной Нидерландов Смитц на Абинг Смитц Хорошо Хорошо Таник Снеллер Отклеивается От защитниц Одна там В середине Остается И видит это С Ингер Смитц Напомню Что ничья Только При определенных цифрах Выводит обе команды Ну вот Как сообщает Официальный портал Чемпионата Мира Точнее Международной Федерации Гэндбола Ничья 32-32 Ну соответственно И выше Выводит обе команды Дальше Оставляет за бортом Швецию И при таком Раскладе Точнее угол Забило Ну что Теперь не везет И сборной Норвегии Они гонятся за победой Или за результативной ничьей Нужной И той И другой командой Ух ты Сольберг Как здорово В шпагате Пыталась поймать Этот мяч Но Боу Ван Вейтеринг Точна До минимума Теперь Голландия Сокращает отставание В счете Так Накал борьбы У нас продолжается Вот еще Увеличивается Я бы сказал Голландки почувствовали Что время тает Нужно Включать Дополнительную скорость Мерк Ну Перестала выручать Тесс Вестер Так как она выручала В первые 15 минут И Оборона тоже Не выходит на Бросающих Издали Смотрите С 8 метров С 7 Спокойно Игрок Соперника Выходит на бросок И спокойно Прицельно Бросает А вот Голландок Чуть реже Стали получаться Вот эти броски С дальней дистанции Смитц Вертверхут Ну и вертушку Абинк Ну и подарил Абинк Мяч Норвежкам Зря торопилась Луис Абинк И было еще время На атаку И руки не были подняты Можно было Ну как минимум Еще разочек Прогнать мяч По задней линии Херем Быстрее Чем Голландский Крайний игрок Добирается До мяча Блоки Вот нам показывают Статистику Ну что Норвежки Тоже не забивают Снелда 28-27 Тайм-аут Тайм-аут Сборная Норвегии Да Берет Потому что Тоже немножко Разладилась игра Хотя Все еще Норвегия впереди Я shall НО Ок НО 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 И МНО НО Блоки Т des Прогн НО КОН НО forme НО Одн в НО НО Зifies к iono мы МО Мы ıyla И в Тайм-аут завершен. Здесь продолжится игра параллельно сборная России играет с Францией. И там, конечно, даже печально смотреть в экран. 27-18 в пользу сборной Франции. Да, 9 мячей француженки ведут. Там остается 14 минут еще играть. Скорее всего, исход матча ясен. А вот здесь, где Норвегия и Голландия, тут, конечно, все очень напряженно и ничего не ясно. Пока ничего не ясно. Да, 7 метров защита площади ворот. Ну, 7 метров надо забить. Так, куда это собралась Келли-Дулфер? Нет, просто отошла. Конечно, это не удаление. Ну вот, смотрим. И 7 метров. Кто останется в воротах Вестер или... Да, меняют вратаря Голландки. Яра Тенхолте. Остается на линии. Старалась реагировать. Не получилось. Нора Мёрк вновь делает разницу плюс два в пользу сборной Норвегии. Не очень удобная высота для вратаря СМИ. СМИ, кстати, вышла только во втором тайме в атаку. Активно очень действует. Но не всегда точно. Но вот сейчас ее смелость и активность пригодилась сборной Голландии. 28-й мяч она забила. Офтидаль. Мёрк. Протвращает Офтидаль. Арнцен. Ну, паузу берут. Паузу берут норвежки. Оставляются что-то придумали. Кто придумал? Офтидаль. Да, показала палец вверх. 6-0 оборона сборной Голландии. Вбегает Ауне в линию. И вот под это движение, под это смещение забивается очередной голл сборной Норвегии. Да, ну и плюс 2. СМИЦ на Ньюсер. Ньюсер возвращает СМИЦ мяч. Вандерхейден. СМИЦ. Вандерхейден. Ньюсер. Хороший перевод в край. Маллистейн. 29-й мяч в воротах сборной Норвегии. Да, как же сейчас болельщикам не позавидуешь. Валидольная игра в концовке. Кто выдержит нервы? У кого они останутся крепче? Две минуты. Снелдер за футболку прихватила. Снелдер подводит свою команду. Времени не так много до конца матча. И пятером сейчас еще будут обороняться голландки. Арнсен на офтидаль. Мерк. Еще две минуты. Нет, семь метров пока. Бросковую руку здесь здорово Келли Дулфер накрыла, но чрезмерно воздействовала она на Мерк. И семь метров. Мерк пока не промахивалась в этот расков. Три и стрек. Все-таки плюс два. Восемь с половиной минут еще играть. Так, Голландия в атаке. Смитс. Нюсер. Братцы. Тут же вяжет Смитс, которая слишком близко подошла к девяти метрам. Вышла Хауски. Вот она с мячом. Смитс. Скидка в линию. Здорово. Фрерикс. Удалена Снелдер, поэтому Фрерикс приходится в атаке. По-моему, первое ее появление в атаке. И первый мяч в сегодняшнем матче, если я не ошибаюсь. Ну и Нора Мерк. Здорово. Не знаю, видела ли движение она Тесс Вестер, но сделала все по уму. Так, но Галанки вроде бы пришли в себя, хотя и уступают два мяча, но преимущество норвежек было и больше. Но, во всяком случае, хотя бы сейчас не отстают сильно и вот так отвечают голом на гол. Успевают вернуться к Галанке. Да, кстати, они уже в полном составе. Здесь Братцет продавливает оборону по центру сборной Голландии и забивает 33-й мяч. Ну что, норвежки выполнили норму. это на случай, если случится вдруг неожиданно ничья. Ну хотя, сейчас уже норвежкам, наверное, все равно. Какая разница, кто там будет в параллельной паре в четвертьфинале, шведке или голландке. Уже, наверное, норвежкам и не важно. Поэтому смогут добыть ничью голландке, но норвежкам все равно. Ну тогда норвежки просто будут выходить в четвертьфинал со второго места. А так с первого. И вылюб на, если все вот так будет идти, как идет к этой минуте, на сборную России. А сборная России все-таки, наверное, это не та сборная России, которая играла на Олимпиаде. Как мы знаем, смена поколений и сборная России ну не скажу, что так уж слабая, но абсолютно непредсказуемая, но вполне по зубам сборной Норвегии. В том виде, в котором сейчас находится сборная Норвегии, наверное, все-таки норвежкам выгоднее играть со сборной России. Да и должен желт, наверное, какой-нибудь за Олимпиаду Рио, например, там, или еще за какой-нибудь отобрать. Ну, а голландкам нужно что-то менять. Есть еще меньше пяти минут, два мяча отыграть вполне возможно. Вот еще один открытал от Маллистейн. Конечно, результативно голландки играют на этом чемпионате, очень много забивают, пропускают, конечно. Играли они не с топовыми сборными, поэтому пропускали не так много, но вот европейский команд получают они неплохо в свои ворота. Семь метров, еще и две минуты. Тут же босницы отправляют Ордаль на две минуты. Она сейчас переспросила, точно меня? Ну, конечно, вот прямые руки сбоку. Мойкауска идет доросать семиметровый, вновь возвращается Катерин Лунда в ворота. Не пошла сегодня у Лунда игра, но вот может сейчас получится отбить. Нет, не получается. и вновь у нас минимальное преимущество сборной Норвегии. Четыре минуты. Чуть меньше. Норвежки в меньшинстве. Ну что, то удаление Снелдер, похоже, пока не стало ключевым. Арнсен, Мерк, Офтидай. Нет, 9 метров до свистка, точнее, до броска раздался свисток. Еще минуту Норвежкам в меньшинстве. Херем входит в линию, возвращается на свою позицию. Арнсен может бросить, нет, оставляет мяч Мерк, Мерк. С опоры очень красиво из-под защитника переигрывает Свестер. Плюс 2. в сборной Норвегии. Смит сама пойдет, попадает в перекладину. А вот это может стать ключевым моментом, если сейчас Норвегия забьет с плюс 3. Я думаю, команда уже не проиграет. Мала вероятность, что если сейчас норвежки забьют 37-й мяч, они растеряют это преимущество в мячах. Очень маленькая вероятность и в это верится с трудом. Арнсен, Мерк. Снова с опоры? Нет. Рейстат. Остается мяч у сборной Норвегии. 9 метров. Да, смотрит Моник Тейстерман на табло. Смотрит, сколько времени остается. Остается 2 минуты. В Голландии задача простая сейчас не пропустить. Нет, нет, нет. Как? Так. Но нужен повтор. В динамике мне не показалось, что Снелдер прям так уж прихватывала Бранстет. тут не видно. Тут не видно, к сожалению. Вот, смотрим здесь. Тут тоже не видно. Ну, не знаю. Спорный момент. И Тес Вестер. Ну, раз отбивает, значит, не было нарушения. Сейчас быстрее, быстрее нужно забивать. В сборной Голландии, тем более в меньшинстве голландские сейчас будут атаковать с пустыми воротами. Наверняка, да, так и есть. Снелдер вновь удаляется. Она и в атаке ведь неплохо сегодня проявляла себя. Пришлось Фрерик выходить. Нюсер и до края. Здорово. Маллистейн, а здесь уже и Сольберг отражает этот бросок. Ну, что? Сольберг приближает победу сборной Норвегии минута 20. Да, Маллистейн подводит сборную Голландии в решающий момент. Не хватило хвот на крови. Норвежкам сейчас ни к чему вообще спешить, но здесь Смитц и не попадает. Это был последний шанс, последний для сборной Голландии. Сейчас забей. Минимальное вставание в счете. Возможно, норвежки и не забили бы. О-ой-ой-ой. Да, вот это, конечно, трагедия. Дважды, дважды Ингер Смитц не забивает на последних минутах. И Тес Вестер. Ну, мало, мало времени. 30 секунд отставания в два мяча. Нужно сразу забивать. Смитц берет паузу, но ни к чему уже эти паузы нужно рисковать. Девять метров. Мало времени очень у сборной Голландии. Смитц. Все. Теперь уже да, еще и Сольберг забивает победный мяч. Вот такую жирную точку ставит Солью Сольберг. 37-34 на плюс три. И Норвегия, ликвидировав отставание в шесть мячей, которая была в первом тайме, смогла этот матч перевернуть и сделать так, что во втором тайме сборная Голландии находилась в роли догоняющих и сборная Голландии догнать не смогла. Хотя была близка к тому, чтобы сыграть в ничью, как минимум в ничью со сборной Норвегии. Ну что, Норвегия первая. 37-34 выигрывает она у Голландии. Швеция вторая. Таким образом Норвегия сыграет с Россией, а Швеция с Францией. Ну потому, что в том матче сборная Франции скорее всего одержит победу над Россией. Ну что, с вами этот матч смотрел Юрий Демчук. Смотрите плей-офф женского чемпионата мира по гандболу на канале системы матч. Будет очень-очень интересно. Начинается самое же